Всем привет! Спонсор этого неожиданного видео – новый закрытый РП-проект на базе игры SCP – Secret Laboratory. Особенность этого проекта заключается в подборе игроков, что будет максимально исключать появление в игре людей, незнакомых со вселенной SCP. Также этот проект закрыт для поиска в самой игре, что еще сильнее гарантирует, что люди со стороны не смогут подключиться и помешать знатокам лора SCP наслаждаться игровым процессом. Если вас заинтересовал этот проект, предлагаю вам зайти на их начальный Дискорд и задать разработчикам вопросы, если таковые появились. Когда вы убедитесь, что это действительно серьезный ролевой проект, вы можете подать заявку на вступление в ряды этого сообщества через анкету. Ссылка на Дискорд и на анкету в описании. Особенно крутые знатоки лора смогут проводить события, сценарии которых будут опираться только на то, что написано на сайте SCP. Заходите и играйте на этом элитарном РП-сервере. SCP-500. Панацея. Объект номер SCP-500. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-500 следует хранить в прохладном и сухом месте, вдали от яркого света. Для предотвращения нецелевого использования к SCP-500 допускается только персонал с четвертым уровнем допуска. Описание. SCP-500 – красные таблетки, хранящиеся в маленькой пластиковой банке, количество которых на момент написания данного документа равняется 47 штукам. Таблетка, принятая перорально, в течение двух часов излечивает субъекта от всех болезней. Необходимое для исцеления время зависит от тяжести и количества заболеваний. Многочисленные попытки синтеза соединения, которые предположительно являются действующим веществом таблеток, не увенчались успехом. Примечание доктора Кляйна. Персоналу организации с уровнем допуска ниже трех доступ к SCP-500 отныне закрыт. Впредь никто не будет их использовать для лечения похмельного синдрома. Сначала заразитесь СПИДом, а потом уже запрашивайте доступ. Запрос 1774К. Доктор 522F запросил одну таблетку SCP-500 для тестов с SCP-038, запрос одобрен. Доктор Гирс запросил одну таблетку SCP-500 для тестов с SCP-914, запрос одобрен. Доктор запросил одну таблетку SCP-500 для тестов с SCP-253, запрос отклонен. Доктор Гибонс запросил две таблетки SCP-500 для личной аптечки, запрос отклонен. Приложение 500-1. Одобрен запрос на использование двух таблеток для тестов с SCP-08. В результате проведения серии опытов на сотрудниках класса D, инфицированных SCP-08, установлено, что принятие всего одной таблетки даже на последней стадии заболевания приводит к полному выздоровлению. Количество таблеток на момент написания 57. Доктор 21D. Приложение 500-2. Одобрен запрос на использование одной таблетки для тестов с SCP-409. SCP-500 протестировано на субъекте 409-D5, ранее подвергнутому эффекту SCP-409. Полное восстановление завершено. Смотрите приложение 409-1. Количество таблеток на момент написания 56. Доктор 21D. Приложение 500-4. Запрос 517-74. Я одобрен. Пять таблеток использованы в экспериментах SCP-38. Установлено, что SCP-38 способен производить дубликат SCP-500. Однако эффект таких таблеток ограничен. Показано, что таблетки-дубликаторы эффективны лишь в 30% случаев при лечении субъекта. При этом эффективность продолжает уменьшаться с течением времени, прошедшего с момента копирования. В 60% случаев, когда инфекция носит постоянный характер, признаки заражения остаются. Однако дальнейшего заражения не происходит. Так как запас оригинальных SCP-500 крайне ограничен, всем сотрудникам, страдающим каким-либо неизлечимым заболеванием, рекомендуется принимать дубликаты, произведенные SCP-38. Все пять задействованных SCP-500 возвращены. Количество таблеток на момент написания 56. Приложение 500-5. Во время экспериментов с SCP-38 одна таблетка украдена для, как сообщается, избавления от похмелья. Отныне установлен более строгий контроль за экземплярами SCP-500. Д. Устранен. Количество таблеток на момент написания 55. Приложение 500-6. Одна таблетка использована для тестов с SCP-231-4. Количество таблеток на момент написания 54. Приложение 500-7. Одна таблетка использована в эксперименте 447-а. Количество таблеток на момент написания 53. Приложение 500-8. Одна таблетка использована для тестов с SCP-208. Количество таблеток на момент написания 52. Приложение 500-9. Запрос 51862-D подтвержден. Одна таблетка SCP-500 помещена внутрь SCP-914, выставленного на режим «Тонко». Полученный объект классифицирован как SCP-427. Количество таблеток на момент написания 51. Приложение 500-10. Пять таблеток взяты для использования в проекте «Олимпия», однако израсходованы лишь две из них. Оставшиеся три будут возвращены в ближайшее время. По возвращению количество таблеток станет равно 49. Приложение 500-11. Две таблетки использованы в эксперименте 217. Количество таблеток на момент написания 47. Приложение 500-12. В запросе на исследование непреодолимого психического влечения, ведущего к принятию SCP-500, отказано ввиду очевидности. Дозировка лекарств. Бережливость давалась нелегко. Каждый день поступали новые горы запросов на использование SCP-500. Каждый день Совету 5, не покладая рук, ставил штампа «Отказано». Были десятки агентов фонда, оказавшихся слишком близко к своей цели. Ученых, которые на собственной шкуре узнали, что средства защиты бывают недостаточно. Руководители зон, которые побывали под множеством разнообразных воздействий и поплатились за это здоровьем. Оставалось только 47 таблеток. Смотрители отвечали отказом. Неизбежно, рано или поздно, они давали слабину. Слезливая история была слишком жалостной, чтобы отказать просителю. А потом шел очередной вал прошения от новых людей, ждущих в очереди на убийство своей надежды. Ждущих ответа на все свои молитвы. Совет смотрителей выслушивал каждую просьбу. Системы видеонаблюдения записывали каждую предсмертную мольбу о милости. Иногда эта милость была одарована. Скоро осталось только 40 таблеток. Смотрители отвечали волевым отказом. Конечно же, как всегда, им приходилось делать новые исключения. Фонд простоял десятки и сотни лет. Одну минутную слабость от другой отделяли годы и годы. Но в глобальном масштабе время не имело значения. Чем сильнее смотрители брали волю в кулак, тем больше ярко-красных таблеток утекало меж пальцев. Фонд простоял тысячу лет. Осталась только одна таблетка SCP-500. Все архивы были почищены. Теперь в эпоху безбумажного отдела производства это было проще. Вмешательство в разумы тысяч агентов и докторов заняло лишь один миг. Никто больше не мог подавать просьбы. SCP-500 находилась под присмотром Совета Смотрителей. Под надежным замком, где ей предстояло пробыть все грядущие поколения. Об SCP-500 никто не должен был знать. Об SCP-500 знал Совет Смотрителей. Было созвано совещание, на повестке которого стояло обсуждение положения каждого смотрителя. Один за другим они вставали перед лицом своих коллег и подавали прошение. О5-1 был мертв. SCP-500 была нужна ему дольше, чем всем остальным, за что он и поплатился. О5-4 слишком много времени провел среди чужаков. Его выдвинули на эту позицию, и в этом была их вина. О5-2 уже не одну сотню лет страдала от немилосердной болезни, которая, как выяснилось, вызывается путешествиями между измерениями. Мерцающий и пропадающий силуэт Смотрительница мог только безмолвно умолять о милости с протянутой рукой. Как можно было ей отказать? О5-5 повезло не так сильно, как остальным с их оборудованием для продления жизни. В отличие от большинства своих коллег, он никогда не был юношей, и пусть даже мог жить вечно, что толку было от такой жизни. И так один за одним, все смотрители Совета изложили свои просьбы. Каждый смотрел на остальных с уверенностью в том, что соратники прислушаются глазу вопиющего и отдадут заветную таблетку. Подсчет голосов показал 13-стороннюю ничью. О5-6 не знал, кто выстрелил первым, но среди всего Совета только один прошел курс подготовки агента. И даже сейчас, в тысячи лет от расцвета сил, он лучше остальных знал, как жить и как лишать жизни. Он взял баночку и выкатил последнюю таблетку себе на ладонь. На какую-то секунду в его ноздри ворвался запах пороховой гари и вонь смерти. Потом он зажал нос и проглотил таблетку. Та двинулась по пищеводу, и агент, некогда носивший прозвище Ковбой, ощутил, как кости встают на место, как растворяются опухоли, как уходит всякая боль и пропадают нарывы. А потом он услышал звук, который бывает, когда в машину для продажи жевательной резинки насыпают новые шарики. Он посмотрел вниз. SCP-500 была полна до отказа. Новая этикетка гласила. У вас осталось неограничено пополнение лекарства. Субтитры делал DimaTorzok